здравствуйте вы смотрите телеканал русский мир программу золотые лекции с вами валерий владимирович частных заместитель директора института русского языка и культуры московского государственного университета тема нашей встречи межкультурная коммуникация ее успехи и неудачи успехи и не успехи межкультурной коммуникации вообще если посмотреть на тему моего выступления то покажется странным как это филолог преподавателя русского языка как иностранного это именно моя профессия вдруг залез на свою территорию на территорию антропологии скорее потому что межкультурной коммуникации занимаются антропологи собственно сам термин он возник в 50-е годы его вел американский антрополог эдвард холл когда по заказу американского правительства занимался разработкой программ адаптации американских дипломатов в разных странах и так почему же собственно преподаватель русского языка такой практической профессии главное для которого главное научить русскому языку занимается межкультурной коммуникации дело в том что последние годы мы определяем нашу цель работы как успешная адаптация личности к новой языковой среде что возможно при правильно организованной речевой деятельности то есть мы собственно занимаемся тем чем занимался эдвард холл в 50-е годы мы адаптируем наших учащихся к новой языковой среде а для этого недостаточно знать грамматику владеть лексикой даже недостаточно хорошо и правильно произносить слова то есть быть хорошим фонетистом дело в том что акт коммуникации с представителями другой культуры может оказаться неуспешным даже если ученик владеет всеми правилами иностранного языка в данном случае русского приведу несколько примеров я преподавал несколько лет русский язык в японии у меня была студентка блестящая студентка победителю олимпиад который говорил по-русски безошибочно и ей нужно было позвонить моей коллеге по телефону вот она при мне набирает номер видимо трубку взял сын или взяла дочь коллеги моя японская студентка четко правильно по-русски говорит позовите вашу мать и потом удивлен смотрит на меня когда я начинаю смеяться и говорит сенсей а что я неправильно сказал действительно что она неправильно сказал фраза ее построена была идеально по законам нашей грамматики тем тем не менее акт межкультурной коммуникации не состоялся он был неуспешным потому что она не владела вот этой фоновой информации которой владеют все носители языка или другая ситуация когда которая произошла непосредственно со мной я был совсем молодым преподавателем работал в китае тогда китай только открылся это был восемьдесят девятый год первые преподаватели поехали туда мне было 26 лет я очень волновался как меня примут в незнакомой стране тем более ходили такие слухи между преподавателями что китайцы внимательно смотрят кто как преподает если это не успешный человек преподает его высылают из страны причем сразу не говорят а только когда он возвращается ему сообщают письмом мы вас мы с вами контракт не продлеваем и вот я закончил первый год работы возвращался в москву в отпуск мои коллеги китайские по кафедре пришли меня проводить мы пожали друг друг руки я подошел к такси которую вызвали они и завкафедрой посмотрев мне в глаза сказала прощайте все значит все шесть дней которые я ехал на поезде а мы ездили действительно поезде вот я думал об этом прощайте и первого первое что я сделал я побежал в министерство образования советского союза тогда было такое вот и спросил почему почему со мной не продляют контракт они сказали ну что вы они наоборот написали благодарность что вы прекрасно работаете и вот когда я вернулся я спросил заведующий чем лауша почему же вы сказали мне прощайте красивое слово мне очень нравится что это до свидания такое свидание каждый день мы прощать то есть она вот из поэтических соображений хотел меня проводить хорошо это опять акт межкультурной коммуникации неуспешный и вот мы приходим к выводу что сейчас при таком плотном общении людей друг с другом обучать нужно прежде всего межкультурной коммуникации и наша цель это не владение языком вернее владение языком мы понимаем как владение межкультурной компетенции и вот именно эта задача стоит перед преподавателями последние годы но ведь как обучать межкультурной коммуникации это не язык со своими правилами которые можно написать это не словарь который можно выучить это не даже не звуки которые можно поставить межкультурная коммуникация это что-то трудноуловимое что существует в каждой культуре то есть имя я имею ввиду культура это что-то трудноуловимое чему невозможно научить это можно только почувствовать овладеть во время общения как же избежать вот этих вот провалов межкультурной коммуникации подготовить языковую личность а сейчас мы говорим именно подготовки вторичной языковой личности вот такое понятие существует в нашей профессии и его ввел замечательный филолог караулов мы именно вот вторичную языковую личность готовим по сути дела мы становимся вторыми родителями человека ведь когда он изучает язык он по-новому начинает видеть мир каждый язык каждое языковое сознание членит мир по-другому иначе чем это делает язык другие языка культура и вот как же но языку то мы научить можем правилам а как же научить другой культуре как же избежать вот этих неуспехов межкультурной коммуникации видишь их такое огромное количество ну честно говоря эта задача идеальная да то есть воспитать вторичную языковую личность мы конечно не можем но мы должны поставить себе идеальную цель и к ней стремиться когда есть идеальная цель то ты то есть в каком направлении улучшать свою работу и вот мы к этой цели стремимся мы пытаемся описать ситуации которые могут возникнуть у наших учащихся у тех кто изучает русский язык во время их общения с носителями русского культурного можем сказать культурно языкового сознания я вам предложу классификацию она условная да такая рабочая можно сказать и я ее придумал может быть даже для этой лекции чтобы как-то сортировать пример вот существуют разные составляющие межкультурной коммуникации прежде всего мы говорим о составляющих поведенческих культура проявляется в поведении человека потому что он получает воспитание с детства и учит родители школа детский сад школа университет в течение всей своей жизни он усваивает какие-то привычки и потом он делает что-то бессознательно то чему его научила его культура как мы можем научить носителей других языков русскому поведению это можно делать только через наблюдение через обращение их внимание на то как они сами себя ведут потому что человек себя со стороны не видит он кажется то что он делает ему кажется то что он делает это обычно повседневно но на самом деле это вызывает интересы и удивление у представителей другой культуры мне повезло поработать в разных странах и в какой-то момент когда я понял что нужно обучать именно не языку а межкультурной коммуникации я стал наблюдать за поведением носителей разных культур в типовых ситуациях ну вот например японцы я приехал однажды с японскими студентами со своими на экскурсию то ли в суздаль то ли владимир и побежал договариваться о гостинице вот они пошли обедать с ним пошел обедать водитель автобуса который уже со всеми подружился и вот он я подхожу когда столовой договорившись гостиницей я вижу что навстречу мне бежит водитель автобуса с вытраченными глазами он кричит они больные что-то с ними случилось почему они не едят никто не ест сидят и смотрят я понял почему они ждут сигнала старший а в данном случае это был я преподаватель должен был подойти и сказать и мы тогда кимас едим с удовольствием тогда они взяли ложки вот такое воспитание вот но наши тоже есть люди которые не не сядут не будут есть без без компаний с которой они пришли но это скорее исключение из правил чем правило а японское поведение предполагает именно именно такой поступок или и или другая ситуация вот я уже говорил о межкультурных неудачах да и которые мы пытаемся избежать на наших занятий случай который произошел опять же в японии куда приехали на стажировку языковые студенты факультета мировой политики мгу они очень дружились с дружились японскими студентами ездили с ней везде общались в общем не разлей вода то что называется и вот последний последняя вечеринка на следующий день уже русские студенты уезжают и они пригласили всех японцев на эту вечеринку больше всего они ждали своего друга ацуси вот они с ними с ними с ними с ним дружились очень ацуси их возил везде там играл тоже на гитаре с ними и я честно говоря не был на этой вечеринке но я на следующий день провожал этих студентов русских я вижу как они пром как воду опущены я говорю что с вами случилось что произошло говорят вы знаете ацуси гад оказался как это и он прекрасный студент я его знаю нет знаете он мы думали что он друг а он нет он не друг что он сделал такой убрать и вот он опоздал на вечеринку пришел даже на мне поздоровался ни с кем вот сел там сидел молчал а потом раньше времени ушел и даже не попрощался а мы увидим с ним будут не увидимся больше ну как это так он себя вел зачем он приходил вообще вот это было действительно странно и я начал вы расспрашивать японских студентов почему что-то почему ацуси так вы знаете он вел просто его поведение это эталон поведения вежливого человека на в чем эталон там не поздоровался не попрощался ну как вы не понимаете ведь когда он пришел он опоздал артем сан и там николай сан уже общались с другими студентами он не хотел их миш и мешать это нельзя прерывать беседу а потом надо было уходить раньше потому что он работает поэтому он тоже не хотел прерывать беседу это невежливо то есть он поступил как вежливый японец но с нашей точки зрения он поступил как человек невежественный и тем более плохой друг вот еще вот это вот пример поведенческого такого вот поведенческие составляющие в межкультурной коммуникации ну вот их очень много да вот я стал говорить о приветствии это действительно так если вы идете и вы видите например знакомого японца который разговаривает с другим человеком бесполезно ему махать рукой говорит здравствуй там привет он все равно не обратит на вас внимание даже если вы в ухо будете марать потому что он разговаривает с другим человеком он не может отвлечься на это даже сказать привет поведенческой составляющей я бы отнес такие вот принятые данном случае сейчас я говорю о русской культуре такие примеры нарушения межкультурной коммуникации с представителями другой культуры как свист ноги на столе шапка за столом человек делает все это не представляя как он выглядит в глазах носители русской культуры вы знаете вот интересно почитать дубровского пушкина вот есть такая сцена где француз с которым потом дубровский поменялся местами на постоялом дворе ожидает лошадей он не сказал ни единого слова он не сделал ничего плохого однако хозяева постояла двора его уже ненавидят за что за то что он ходит и свищет по дому он не понимает почему на него смотрится так зверски хозяев он же ничего не делает он просто насвистывать себе мелодию для них этот басурманин высвистывает деньги из избы или реакция в нашей столовой бедные там студенты из разных стран практически и все не могут понять почему там наши не у них не очень толерантные но любящие их повара там официантки почему они срывают у них с головы шапки это вообще им странно но сидит человек есть друг на него налетает какая-то женщина срывает с головы шапку там бросает что такое происходит да вот вот это все поведенческие проявления межкультурной коммуникации интересно проявляется вот эта поведенческая составляющая межкультурной коммуникации представители разных культур в чрезвычайных ситуациях она очень разная это я заметил когда однажды попал в такую ситуацию в японии я ехал из из города где я работал это город кобе западной японии ехал в столицу токио на скоростном поезде и когда этот поезд идет где-то часа четыре вот но по дороге началась какая-то метель причем ужасная она была только в одном городе в ногое вот и поезд остановился на два часа естественно опоздал приехал в токио уже было два часа ночи метро было закрыто а около вокзала было всего лишь ну там 8 10 машин такси весь поезд выстроился в очередь сразу потому что надо было ехать домой и вот я наблюдал эту очередь два часа ночи в основном все ехали по одному конечно в пользу в поезде но мало кто в там вдвоем вот эта очередь стоит такси мало они сразу все разъехались и мы ждем когда подъедут другие такси удивительно долго ждать я подумал что бы сделал представители русского культурно-языкового сознания но подошел бы сказал так кто едет жулебина там кто едет в ясенево кто едет туда сразу объединились четверть четвером бы уехали на машине нет японцы один подъезжает огромное такси японец один туда садится очередь медленно подвигается так мы ждали до четырех часов утра или там ситуация на экзамене это чрезвычайная вот например если японский студент или корейский студент или китайский студент у нас сейчас больше студентов из азии учатся поэтому наверное привет приметы в основном примеры все я в основном связано с представителями этой культуры на экзамене если студент из этих стран нич не знает он не знает то есть это двойка он не будет барахтаться и бороться вот даже если есть у него помощь в вопросах и мы всегда наших студентов учим не сдавайтесь вы посмотрите если вы прочитали текст или вы услышали текст даже если вы если вы не поняли посмотрите на вопросы вопросы вам помогают потому что вопросе всегда есть ответ нет они не будут смотреть на вопросы они просто говорят не знаю или молчат вот эта вот лучшая реакция молчание я прям почему же вы не смотрите видите вот у вас вопрос там кто герой этого рассказа мы не знаем я не понял я говорю ну хорошо третий вопрос посмотреть что иван сидоров сделал в этой ситуации ну если иван сидоров попробуй скажи что он главный герой но не получится же все равно ничего не потеряешь говорит японец это такая вот реакция конечно наш студент никогда никогда не сдаст он будет искать ответ там и и и отвечать там пытаться заглядывать глаза преподавателю вот или например обозначение ситуации вот например для японца очень важно обозначить ситуацию в которой он находится если ему жарко или ему плохо или он себя хорошо чувствует и потому что он хочет привлечь внимание а для а просто потому что когда он определяет эту ситуацию он знает как себя вести и он показывает всем окружающим как с ним надо вести вот например если человек плохо себя чувствует он будет умирать на ваших глазах там например вот летела группа японцев из истокио в москву и наш пилот посадил самолет где-то в нижнего авартовский потому что студент японский показывал как у него болит живот и стюардесса прибежали говорят он умирает сажать самолет человек пилот посадил самолет потом я связывал с врачом он говорит да он здоров как бык вообще у него ничего нет я бы ну а как же ну говорит были колики наверное потом было несколько ситуаций например там вот студентка у которой тоже была небольшая головная боль и она просто сползала по двери сенсей я не могу я умер для чего они это делают не потому что они жалуются им надо обозначить свое состояние что они больные чтобы люди знали как к ним обращаться выбрали бы регистр общения для вот для представителей японской культуры ну и вообще азиатской культуры это очень важно вот это обозначение состояния вот вот эти вот все наблюдения они приводят к тому что мы включаем их в свои тексты свои беседы со студентами и учим их обращать внимание на поведение посмотри как поведение русского человека в этой ситуации отличается от твоего как бы ты повел себя и как он ведется вот другая составляющая этическая то есть связано с тем что такое хорошо что такое плохо что такое честно что такое порядочно эти тоже это составляющая она очень разные у представителей разных культур но вот тоже приведу несколько примеров особенно интересные примеры с так называем стукачеством для нас это стукачество донос это ужасно до в достоевского дневниках есть такие вот размышления что если я услышу что два человека разговаривают друг с другом и я понимаю что это террористы и они хотят взорвать что-то я подумаю еще обратиться в полицию или нет потому что в обращении в полицию донос на кого-то это плохо что является проявлением гражданской гражданской сознательстве в других культурах например я работал в америке преподавал университете миддлбери у меня был были прекрасные отношения со студентами и особенно с одним он был идеальный студент он блестяще отвечал он был прекрасный спортсмен он во всем участвовал всегда он был первый вдруг я с удивлением для себя узнаю что он пишет на меня доносы директору и ну и он директор говорит американец тоже он говорит но ты только ничего не говори вот доносы вот он когда мы играем волейбол он кричит он кричит на меня плохие слова произносит вот ну и мне все-таки было очень странно я я от кого угодно был ожидал бы этого но не от него и потом бы я как-то во время игры я говорю ну ты понимаешь что если мы занимаемся спортом и мы проигрываем я не могу не кричать я тренер команды или ты предпочитаешь чтобы я молчал и улыбался в мнение вы кричите не хотел спросить а зачем же ты пишешь об этом тогда во мне вот это но для него это проявление гражданской позиции или например вот опять же в той же японии мой сын попала в такую ситуацию меня вызвали в школу в школу и сказали ваш сын дерется у нас это неприемлемо в японской школе чтобы была драка он ударил мальчика я говорю вообще он никогда не делал этого что-то случилось наверно я его спрошу зачем ты ударил мальчика ну как ты не понимаешь он он стукач ты понимаешь я думал что он мой друг а у меня предал но расскажи что все случилось был обед в классе на обед дали рыбьи глаза блюдо глаза рыб вот но мой сын не мог их съесть и выбрасывать еду нельзя значит он посмотрел по сторонам учитель не смотрит мой сын видел только его друг юсаку мой сын тихо выбросил ведро вдруг юсаку поднимает руку учитель николай выбросил ведро рыбьи глаза учитель вызывает и он начинает отчитывать говорит как ты можешь еду выбрасывать все перемена вот усаку предатель я думал он мой друг а он меня предал юсаку не понимает за что ты меня ударил я должен сказать учителю если я вижу нарушение ты нарушил правило там номер семь школьного поведения я это увидел я это сказал опять опять межкультурное нарушение меж межкультурной коммуникации вот люди совершенно рада по-разному подходят к этой ситуации об этом кстати много писали антропологи и вот если интересно продолжать слушателям эту тему читать я вам рекомендую почитать книгу рут бенедикт американский антрополог она одна из первых исследователей вот такой вот поведенческой такой культуры японской японцев она это дело по заказу министерства обороны сша как американцы не понимали почему японцы которые где у которых были камикадзе которые женщины кончали массовым самоубийством когда только солдаты заходили в деревню вдруг все женщины с детьми бегут и бросается в пропасть солдаты не понимают что сделали только вошли вообще они уже все покончили жизнь самоубийством и вдруг император объявили объявляет да мы ошибались наших установках мы никакие не смотрящие в азии мы мы меняем установку мы не воинствующая страна и вдруг японцы расплываются улыбках встречают американцев те боятся ловушки и заказали следую руд бенедикт почему японцы так ведут и вот она исследует и говорит об установках но вот кстати благодаря этой книге я понял одну из своих самых больших ошибок в своей профессиональной деятельности о которой я не могу не рассказать потому что она действительно показательно как человек хочет делать как лучше а получается как всегда вы знаете я вот сошлюсь на свой опыт я преподавал в америке в университете у меня там украли деньги вот в бассейне но было неприятно я так сказал конечно об этом директору школы и вдруг на такой вечеринке преподавателей мне вручают конверт все преподаватели собрали кто мог и мне вернули эту сумму я даже расплакался насколько это было трогательно директор сказал но мы же один коллектив мы все работаем вместе вот и там были замечательные люди там вениамин смеха преподавал этой школе у меня до сих пор хранится открытка его подписаны и и даже моему сыну вернули 16 долларов которые у него тоже вытащили из кошелька это было прекрасно и это одно из самых прекрасных воспоминаний моей жизни в начале их 2000-х и японцы которые которых я возил в москву их регулярно в петербурге обворовывали да там потому что японцы не обворовать это просто ленивый вор это человеку который все карманы здесь кошелек сзади то есть написано укради у меня кошелек и конечно происходили разные ситуации вот такая ситуация произошла у двоих у троих украли деньги небольшая сумма там какая-то а в группе 40 человек я помню как это было прекрасно какие чувства испытал я говорю ребята понимаете наши товарищи попали в беду но мы вместе у нас один коллектив группа давайте соберем по 100 рублей по 100 рублей и отдадим им для нас это ничего а мы вернем деньги вы бы видели с какими лицами они сдавали эти 100 рублей и с какими лицами эти принимали эти деньги это просто потому что сенсей приказал на них было страшно смотреть я не мог понять что я не то сделаю ну ну как мы же вместе коллектив эти собрали этим действенная помощь потом я читаю руд бедедикты и понимаю что у японцев сознание есть несколько уровней долга там есть долг который выплатить нельзя перед императором перед родителями и я вот этих трех бедных человек погрузил в долговую яму потому что вернуть по 100 рублей людям из разных городов которых они даже не знают в группе потом по возвращении в японии невозможно и то есть эти которые давали 100 рублей понимали что они их они их не им не помогают их сажают закапывают в эту долговую яму вот так что вот это вот такая вот этическая составляющая есть еще третья составляющая категориальная да такая вот или можно сказать концептуальная то как представители разных культур в том числе и русской воспринимают пространство время еду да например вот пространство я много лет работаю я могу сказать вот кто по национальность человек там японец кореец или китаец даже не потому что я слышу как они говорят а я вижу как они входят в мой кабинет японец помаячит в коридоре и скроется если я не позову его кореец войдет останется посередине комнаты китайцы когда прямо к столу и начнем даже документы какие-то перебирать на столе со мной разговаривать да например время италия я приехал в какой-то университет и спрошу когда у меня лекции он говорит мой коллега ну минут через десять-двадцать я говорю ну как десять-двадцать есть же точное время начала лекции но вы это знаешь у нас в университете мы пас поспорили старый при школу при профессора они хотят начинать в десять а новые хотят начинать в десять-тридцать мы так и не договорились вот студенты ориентируются примерно приходит и горит ты знаешь вообще в италии преподаватель не может прийти вовремя на урок это плохой тон нужно опознать минут на десять-пятнадцать когда все соберутся да например и опоздать там таких странах как финляндия в той же японии не представляется возможно вот ну и как же вот обучать всему этому как я сказал уже мы обращаем внимание наших студентов на поведение как как смотрите как ведете себя вы как ведут себя другие и вот это мало того что это учит их общаться это учит их толерантности когда они начинают понимать поступки другого человека они перестают осуждать а вы знаете я пришел к выводу что большая часть конфликтов в мире если не все конфликты в мире происходит именно из-за того что есть конфликты межкультурной коммуникации люди не понимают друг друга одни вкладывают в поступок свое одно а другие другое и они не знают об этом не догадываются они думают что они смотрят на на вещи одинаково они смотрят с точки зрения каждой своей культуры и вот умение наблюдать понимать представители другой культуры и сравнивать со своим поведением пожалуй составляет главную особенность нашего времени главную задачу нас преподавателей иностранных языков и прежде всего русского языка как иностранного потому что это сообщество я представляю наши программы собственно они посвящены этому прежде всего мы учим наших студентов ну кроме правильности языка конечно этого никто не отменял учим их наблюдать и понимать и если моя лекция была насколько это полезно коллегам вот или людям которые изучают иностранные языки я буду рад вот и всем советую следить за нашим сайтам института русского языка и культуры потому что у нас есть очень интересные такие вот передачи которые учат понимать другие культуры вы смотрели программу золотые лекции на телеканале русский мир с вами был валерий владимирович частных заместитель директора института русского языка и культуры московского университета всего доброго до свидания